Hello, hello! Приветствую, друзья! Вы попали на канал OK English Практика. С вами Елена Вагнистая, ваш учитель английского языка. Приветствую вас в плейлисте, где мы с вами отрабатываем с помощью дополнительных примеров и текстов английскую грамматику уровня Intermediate. То есть здесь мы с вами фокусируемся на практике, не на теории, хотя кратенько мы ее повторяем. Итак, сегодня у нас 73-й урок нашего большого курса, и мы говорим с вами об артикле The. Это первый урок из серии, дальше у нас будут всякие разные конкретные частные случаи использования данного интереснейшего артикля. Напоминаю вам, что артикль The стоит в английском языке только перед существительными. Если вам встретился артикль перед, например, прилагательным, то это все равно существительное, как, например, в случае The poor – бедные, The poor, или там The rich – богатые. Хотя слово rich и poor – это какой, но в связке The все равно это существительное. Поэтому запоминаем, артикль The стоит только перед существительными. Далее, зачем он нужен? Далеко не всегда его можно объяснить, но в английском языке, если у нас речь о каком-то уникальном природном явлении, например, The sun, The moon, то мы артикль The ставим. Далее, если мы говорим о чем-то, что единственное в своем роде и неповторимое, ну, например, The internet, да, артикль нужен. Вот вам списочек опорных слов, которые, в принципе, если они вам встретятся, в большинстве случаев они будут стоять с артиклем, да. The sun, The moon, The earth, The world, The universe, The sky, The sea, The ground, The environment, The internet. Так, по поводу The earth. Если слово земля, Earth используется в значении как почва, да, то артикль вам не нужен будет. Но если вы говорите о земле, о матушке земле, о нашей единственной, которая у нас есть в планете Земля, то это всегда The earth, да. Далее, The world, мир, когда мы так говорим, мы имеем в виду наш мир. The universe, соответственно, наша Вселенная. The sky, небо, у нас нет другого неба, оно у нас только одно, поэтому The sky делает как бы уникализацию этого явления природного. The sea, море, это надо смотреть в контексте. The ground, земля, тоже как бы в контексте. The environment, окружающая среда, также она у нас одна единственная, ее нужно беречь. Мы это все знаем, и поэтому говорится The environment всегда The. The internet, понятное дело, уникальное явление современных технологий. Далее, если у вас связки, go to the cinema, либо go to the movies, go to the theater, у вас будет использоваться The. Если вы слушаете радио, you listen to the radio. Listen to the radio. Тоже артикль The будет присутствовать. Хотя watch TV без артикля. Эти штуки нужно просто запомнить. Далее, со словами breakfast, lunch, dinner нам артикль не нужен. Например, have breakfast, have lunch, have dinner. В шаблоне существительное плюс номер артикли не нужны. Например, page 5, bus 55, platform 9 and 3 quarters. Платформа 9 и 3 четверти. Платформа Гарри Поттера, да? Вот, то есть эти штуки мы запоминаем, смотрим в контексте, как это все нам встречается. О the sun и the moon и, по-моему, the earth мы сейчас поговорим. У меня есть мини-текст, который иллюстрирует использование данного правила. When the sun meets the moon, something magical happens in the shape of a solar eclipse. The phenomenon occurs when the moon moves between the sun and the earth. The moon blocks out the sun rays and casts a shadow on parts of the earth, eclipsing all or part of the sun. Давайте переведем. Когда солнце встречается с луной, что-то волшебное происходит, и происходит, но в форме солнечного затмения. Феномен заключается в том, что луна находится между солнцем и землей. Луна блокирует лучи солнца и вызывает тень, которая падает на часть земли. И это вызывает полное или частичное затмение солнца. When the sun meets the moon. Когда солнце встречается с луной. Опять же, the sun – планета солнца, the moon – планета земля, спутник земля. Something magical happens. Что-то волшебное происходит. In the shape of, в форме чего? Of a solar eclipse. Солнечного затмения. Солнечное затмение – это, как бы, я не знаю почему, но это не считается каким-то уникальным природным явлением. Потому что, в принципе, затмение, как эклипс, как астрономическое явление, оно может быть солнечным, лунным. Еще, я думаю, на разных планетах есть разные виды затмений. Я просто не астроном, не очень хорошо изучаю эту тему. Но солнечное и лунное затмения, они существуют. И, в принципе, как эклипс – это не что-то сверхуникальное. Мы просто его конкретизируем, говорим, a solar eclipse, a moon eclipse, да? Но это все равно что-то не уникальное. Далее, in the shape of, в форме чего-то. Мы видим здесь связку предлог in, артикль the, и какое-то слово, которое с ними связано. Артикль нужен. The phenomenon occurs when the moon moves between the sun and the earth. Феномен происходит, когда луна движется между солнцем и землей. Occur – происходить, как бы, иметь место. Мы говорим об этом конкретном феномене солнечного затмения. Поэтому мы говорим the phenomenon. Феномен, этот феномен происходит, когда… Далее опять видим. The moon – луна. Moves between the sun. Между солнцем, опять же, планетой. The earth – землей, планетой. Мы заставим. The moon blocks out the sun's rays. Луна блокирует солнечные лучи. Луна наша, да? The moon blocks out. Block out – это заблокировать, закрыть, так что они не могут пройти. Ray – это луч. The sun's rays – лучи солнца. And casts a shadow и вызывает тень on parts of the earth. На части земли. Eclipsing – затмевая all or part of the sun. Все или частичную, или часть солнца. Итак, видим, что у нас здесь много раз встретился артикль, да? И видим, что много раз повторились такие уникальные явления нашей вселенной, как the sun, the moon, the earth. Имеем это в виду. Текст хороший. Рекомендую вам его выучить. Блеснете эрудиции. Далее мы с вами переходим к тексту Claire. Текст у нас помещается на двух слайдах. Сперва я его прочитаю. Sarah is moving with Simon. I can't believe that she made up her mind. She asked me if I could help her with the moving. The next day I had breakfast, did some yoga and drove to Simon's. He lived in apartment 7B. When I came in, I saw piles of boxes with Sarah's stuff in the hole. Simon has already transferred them. Sarah was excited. How long did it take you to pack all your life into the boxes? Hope it will take less to unpack it, Claire. When we started to open the boxes, we understood that it would take forever. Hey, Claire, do you remember the Halloween when we broke in the haunted house? With these words, Sarah showed the photo in her album. We couldn't help laughing looking at our witch costumes. After a lively discussion of the episodes of our childhood, we moved to the next box. Sarah started unpacking her favorite toys. Come on, do you really need them here, Sarah? Leave the toys in the box. Okay, but I'll put Bridget in the shelf and maybe Lassie too. Sarah, don't be a child. There is enough space for all the toys you love. We started to unpack clothes. It turned out that Simon's wardrobe isn't big enough for all the clothes Sarah wanted to show off there. When we finished discussing Sarah's dresses, the moon had already appeared in the sky. Simon came home. I'm sure he was shocked to find his place in a terrible mess. But he smiled and suggested going out for dinner. Теперь я этот текст переведу. Сара будет жить вместе с Саймоном. Не верится, что она решилась. Она спросила меня, могу ли я помочь ей с переездом. На следующий день я позавтракалась, позанималась йогой и поехала к Саймону в квартиру. Он жил в квартире 7B. Когда я приехала, я увидела кучу коробок с вещами Сары в передней зале. Саймон уже перевез их. Сара была очень волнована. Сколько времени у тебя заняло на то, чтобы запаковать всю свою жизнь в коробки? Я надеюсь, что мне займет меньше, чтобы распаковать ее, Клэр. Когда мы начали открывать коробки, мы поняли, что это займет вечность. Эй, Клэр, ты помнишь тот Хэллоуин, когда мы забрались в дом с привидениями? С этими словами Сара показала мне фото в своем альбоме. Мы не могли не рассмеяться, глядя на наши костюмы ведьмочек. После оживленной дискуссии эпизодов нашей жизни, мы перешли к следующей коробке. Сара начала распаковывать ее любимые игрушки. Да ладно, тебе правда это все нужно, Сара? Ставь игрушки в коробке. Ну хорошо, я только возьму Бриджит, поставлю ее на полку и, наверное, еще Леси. Сара, не будь ребенком, здесь не хватит места для всех твоих игрушек, которые ты любишь. Мы начали распаковывать вещи, и тут выяснилось, что шкаф Саймона недостаточно большой для всех вещей, которые Сара пыталась туда запихнуть. Когда мы закончили обсуждать платье Сары, луна уже появилась на небе, Саймон вернулся домой. Я уверена, что он был в шоке, увидев свою гостиную в ужасном беспорядке. Но он лишь улыбнулся и предложил пойти поужинать. Так, друзья мои, мы видим, конечно, текст тут объемный, поэтому я прям все-все-все пояснять не буду, буду фокусировать внимание только на артиклях. Сара съезжается с Саймоном. Move in with someone – это съезжаться, жить вместе. Сара is moving in with Simon. I can't believe that she made up her mind. Не верится, что она решилась. Make up one's mind – это решиться на что-то, когда человек принимает решение. I made up my mind – я приняла решение. You made up your mind – вы приняли решение. I can't believe that she made up her mind. Не верится, что она приняла решение, что она на это решилась. She asked me if I could help her with the moving. Она спросила меня, могу ли я помочь ей с переездом. With the moving – с переездом, тем самым, который Сара сейчас осуществляет. The – конкретизирует это событие и связывает его с моментом now. The next day I had breakfast, did some yoga and drove to Simon's. На следующий день я позавтракала, позанималась йогой и поехала к Саймону. Итак, the next day – на следующий день. В английском языке the next, the last, the most important. В общем, какие-то такие конкретные указатели на день или на события используются the. The next в данном случае. Запомним. I had breakfast – я позавтракала. Have breakfast – без артикля. Did some yoga – позанималась йогой. Мы знаем, что виды спорта мы указываем без артиклей. And drove to Simon's – и поехала к Саймону. Имеется в виду to Simon's place или to Simon's apartment. Когда мы понимаем в данном случае, что у Саймона что? Ну, только квартира ему принадлежит, да? То мы можем это не указывать. Можем оставить лишь притяжательный падеж. I drove to Simon's – я поехала к Саймону. He lived in apartment 7B. Он жил в квартире 7B. Apartment 7B. Видим, что у нас сначала что, а потом номер. Page 5, apartment 7B, например. When I came in, I saw piles of boxes with Sarah's stuff in the hall. Когда я вошла, я увидела горы коробок с вещами Сары в зале. When I came in. Когда я пришла. Так как мы сразу начинаем с предаточного предложения, со слову when, то перед главным мы должны поставить запятую. Вот тут должна быть запятая. I saw piles of boxes. Я увидела кучи коробок. Piles of – кучи, горы. I saw piles of boxes. Я увидела горы коробок. With Sarah's stuff in the hall. С вещами Сары в зале. In the hall. In. Потом the и место. Как часть, меньшая часть чего-то больше. In the hall. Simon has already transferred them. Саймон уже перевез их. Has already transferred. Мы хотим зафиксировать наличие результата. Делаем на него сильный акцент, поэтому используем для этого present perfect. Simon has already transferred them. Sarah was excited. Сара была взволнована. How long did it take you to pack all your life into the boxes? Сколько времени у тебя ушло, чтобы упаковать всю свою жизнь в коробки? How long did it take you? Сколько у тебя заняло времени? Запоминаем этот вопрос, когда у нас что-то занимает столько-то времени. It takes столько-то time. How long did it take you? Сколько времени у тебя это заняло? Для какой цели? Для чего? To pack all your life, чтобы упаковать всю свою жизнь into the boxes в коробки? Into the boxes. В эти самые коробки, которые мы вот тут видим горы разложены в коридоре. И поэтому да нужно. I hope it will take less to unpack it, Claire. Ну, я надеюсь, что уйдет меньше, чтобы их распаковать, Claire. Так, ну тут вроде бы все понятно, да, артикли нет. When we started to open the boxes, we understood that it would take forever. Когда мы начали распаковывать коробки, мы поняли, что это займет вечность. Итак, we started to open the boxes. Мы начали открывать коробки. The boxes. Эти самые коробки. Поэтому да нужно. Вообще, в принципе, когда мы повторно упоминаем один и тот же предмет в тексте, да, мы обычно уже продолжаем использовать. Open the boxes. Look at the boxes. Unpack the boxes. И так далее. Итак, we understood. Мы поняли that it would take forever. Что это займет вечность. Take forever займет вечность. When we started to open the boxes, we understood that it would take forever. Hey, Claire, do you remember the Halloween when we broke into a haunted house? Эй, Claire, а помнишь тот Halloween, когда мы залезли в дом с привидениями? Do you remember the Halloween? Ты помнишь тот Halloween, да? Делает акцент. Вот тот самый Halloween. Не любой Halloween абсолютно, который мы праздновали за 25-26 лет своей жизни, а вот тот самый the Halloween или the Halloween даже, если прям сильный акцент. Когда прям акцент, 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 то мы, даже несмотря на то, что дальше у нас идет слово на согласно, мы выделяем этот акцент, читая the как the. Hey, Claire, do you remember the Halloween? We broke into the haunted house. Ну, здесь, мне кажется, такого сильного акцента нет. The Halloween, я думаю, этого достаточно. Итак, дом с привидениями, тот самый, который мы сразу вспомнили. The haunted house. Или, может быть, героини знали только один дом с привидениями, поэтому здесь the, опять же, обоснованно. Hey, Claire, do you remember the Halloween when we broke into the haunted house? With these words, Sarah showed the photo in her album. С этими словами, сказав это, Сара показала фото в альбоме. With these words, с этими словами, запятая нужна, потому что это, как бы, нарушен прямой порядок слов. Всегда, когда мы порядок слов в английском нарушаем, то есть перетаскиваем то, что должно быть в дополнении в первую часть, то мы оставляем запятую. Sarah showed the photo. Сара показала фото in her album. То есть то конкретное фото, на котором были запечатлены две девушки в костюмах ведьмочек. We couldn't help laughing, looking at our witch costumes. Can't help или couldn't help, не могу не делать этого, если дальше идет герундий. Помним, что это у нас особое выражение. Laughing – это герундий, соответственно, и мы проходили его буквально 10 юнитов назад. Итак, обратите внимание, что здесь у нас получилось как бы два герундия подряд. Первое – we couldn't help laughing. И laughing относится к обороту couldn't help. Далее у нас идет деепричастный оборот, looking at our witch costumes, глядя на наши костюмы ведьм. И деепричастный оборот мы также начинаем с деепричастия, соответственно, которое в английском также является герундия. И получается, что laughing и looking – визуально это одно и то же, но в русском языке как бы это разные части речи, и тут разные причины, почему они используются. Итак, couldn't help laughing – это номер один. Looking at our witch costumes – номер два. We couldn't help laughing – looking at our witch costumes. After a lively discussion of the episodes of our childhood, we moved to the next box. После оживленной дискуссии наших эпизодов детства мы перебрались к следующей коробке. A lively discussion – оживленная дискуссия. Просто тип беседы, которую мы вели. A discussion – a lively discussion. Обсуждали мы что? The episodes of our childhood – это не просто какие-то абстрактные эпизоды. Вообще слово эпизод, оно всегда, как правило, идет с каким-то пояснением, с каким-то дополнением. Ну и здесь по контексту понятно, что те самые эпизоды, которые были в нашем детстве. The episodes of our childhood – опять же, the работает по своему прямому назначению. We moved to the next box. Мы перебрались к следующей коробке. The next – опять видим с артиклем «да». Sarah started unpacking her favorite toys. Сара начала распаковывать ее любимые игрушки. Come on, do you really need them here, Sarah? Да ладно, они тебе правда нужны здесь, Sarah? Leave the toys in the box. Оставь игрушки в коробке. The toys – the box. Итак, какие игрушки? Те самые, которые находились в этой коробке. The toys – и далее, где мы их оставляем? Вот в той самой коробке, которую мы видим. In the box. Опять же, я хочу напомнить вам, что в английском языке перед существительным, в единственном числе, которое мы можем пересчитать всегда-всегда, в 100% случаев, в 99-ти, ладно, будет что-то стоять. A discussion. The episodes. Множенное число все равно что-то стоит. The next box. Стоит, да? The toys. Ну, множенное число. The box. Опять же, единственное число, что-то стоит. И так далее. Я буду, если анализировать любой абсолютно английский текст, то везде я увижу эту ситуацию, кроме случаев, когда у нас там какие-то особо устойчивые выражения и так далее. Come on, do you really need them here, Sarah? Leave the toys in the box. Okay, but I'll put Bridget on the shelf. And maybe Lassie too. Ну, ладно, я поставлю только на полку Бриджит, ну и, наверное, Лесси. Bridget, Lassie – это имена. Перед именами артикль не нужен. Sarah, don't be a child. Сара, не будь ребенком. Устойчивое выражение don't be a child. И, в принципе, a child – здесь мы соотносим взрослую женщину с категорией детей, да. A child, артикль a. Sarah, don't be a child. There isn't enough space for all your toys, for all the toys you love. Здесь не хватит места для всех игрушек, которые ты любишь. Слово space – место. Это абстрактное понятие, неисчисляемое. Здесь можно перед ним ничего не ставить. For all the toys – все игрушки. All the toys. Здесь у нас сразу после toys есть пояснение, какие именно игрушки. You love – которые ты любишь. Поэтому игрушки конкретные. All the toys. Обратите внимание, что мы говорим all, а потом the. All the toys you love. There isn't enough space for all the toys you love. We started to unpack clothes. Мы начали распаковывать вещи. A clothes – имеется в виду одежда. Ну, здесь просто одежда, как бы абстрактное понятие, ну, без конкретики, да, поэтому артикль не нужен. It turned out that Simon's wardrobe isn't big enough for all the clothes Sarah wanted to show there. Выяснилось, что шкаф Саймона не столько большой, чтобы вместить все вещи Сайрины туда. It turned out – выяснилось. Turn out – выясниться, открыться. Когда мы говорим о ситуации, чего-то вы не знали, and then it turned out, и потом выяснилось что-то там. That Simon's wardrobe isn't big enough, что Саймонов шкаф недостаточно большой. Isn't big enough – недостаточно большой. Isn't good enough – недостаточно хороший. Isn't fine enough – недостаточно превосходный. И так далее. Слово enough – недостаточно вместе с not. Далее. Wardrobe – шкаф. У нас здесь перед ним указан владелец. Simon's wardrobe. Поэтому Саймон поглощает на себя артикли. It turned out that Simon's wardrobe isn't big enough for all the clothes – для всех вещей. Теперь у нас сразу идёт пояснение, какие это вещи. Мы даём пояснение через предаточное предложение relative clothes. Sarah wanted to show there – для вещей, которые Сара пыталась впихнуть туда. Поэтому the clothes – есть уже конкретика по поводу этого слова. Show – запихнуть, впихнуть. When we finished discussing Sarah's dresses, the moon had already appeared in the sky. Когда мы закончили обсуждать одежду Сары, луна уже появилась на небе. When we finished discussing Sarah's dresses. Никакой конкретики, ничего нас тут не интересует. И далее то, что нас интересует. The moon – луна – had already appeared in the sky, в небе. The moon and the sky – это уникальные природные явления, да? Поэтому мы выделяем их запятой. Тема нашего сегодняшнего юнита. Simon came home. Simon вернулся домой. Обратите внимание, что слово home используется без артиклей. I'm sure he was shocked to find his place in a terrible mess. Я уверена, что он был в шоке обнаружить свое место, свое помещение в ужасном беспорядке. I'm sure he was shocked. Ничего нас тут не интересует. To find his place, чтобы обнаружив свое место, здесь у нас есть уже конкретизатор his, больше ничего не нужно, in a terrible mess, в ужасном беспорядке. A terrible mess – я всегда слышала, даже применительно к этому беспорядку, все равно с артиклем «э». Не the terrible mess, а a terrible mess. Поэтому здесь запоминаем. «Э» относится к слову «мэс». I'm sure he was shocked to find his place in a terrible mess. But he smiled and suggested going out for dinner. Но он улыбнулся и предложил нам пойти на ужин. Go out for dinner. For dinner. Опять же, видим, что «dinner» используется без артикля. Have dinner, go out for dinner, invite for dinner. Артикль не нужен. Ну, вот такой вот у нас текст большой, и, в принципе, в нем много примеров использования артиклей. Давайте прочитаем его еще раз. When I came in, I saw piles of boxes with Sarah's stuff in the hall. Simon had already transferred them. Sarah was excited. How long did it take you to pack up all your life into the boxes? Hope it will take less to unpack it, Claire. When we started to open the boxes, we understood that it would take forever. Hey, Claire, do you remember the Halloween when we broke into the haunted house? With these words, Sarah showed the photo in her album. We couldn't help laughing, looking at our witch costumes. After a lively discussion of the episodes of our childhood, we moved to the next box. Sarah started unpacking her favorite toys. Come on, do you really need them here, Sarah? Leave the toys in the box. Okay, but I'll put Bridget in the shelf, and maybe Lassie too. Sarah, don't be a child. There is enough space for all the toys you love. We started to unpack clothes. It turned out that Simon's wardrobe isn't big enough for all the clothes Sarah wanted to show there. When we finished discussing Sarah's dresses, the moon had already appeared in the sky. Simon came home. I'm sure he was shocked to find his place in the terrible mess. But he smiled and suggested going out for dinner. Теперь, дорогие друзья, у меня есть пять вопросов, которые помогут вам лучше отработать содержание текста и, соответственно, использование наших грамматических правил. What did Claire agree to do for Sarah? What did Sarah have in her boxes? Why was it hard for Claire and Sarah to unpack quickly? How did Simon react when he came back home? Have you ever moved to another place? Теперь я переведу эти вопросы. Что Claire согласилась сделать для Сары? Что у Сары было в коробках? Почему было трудно для Claire и Сары распаковывать коробки быстро? Как Саймон реагировал, когда он вернулся домой? Вы когда-либо переезжали в другое место, в другое жилище. Слово place здесь используется в значении жилища. То есть или house, или apartment, или даже другой город. В общем, другое место для жизни. Place. И, дорогие друзья, домашнее задание. У нас здесь довольно много текста. Я его для вас расфасовала на три слайда. Слайд номер один. Слайд номер два. И слайд номер три. Поработайте, пожалуйста, с переводом. Поставьте видео на паузу. Может быть, сделайте скриншоты. Ваша задача, глядя на слайды, сделать обратный перевод на английский язык. Это задание, конечно, требует времени. Да, надо потратить минут 15-20 на перевод. Но, друзья мои, без труда не выловишь рыбку из пруда. Если вы хотите отрабатывать правила, а не просто поверхностно что-то там изучать, то я вам очень рекомендую выполнять домашние задания. На этом все. Напоминаю, что меня зовут Елена Вагнистая. Вы смотрели канал OK English Practica. До скорой встречи в новых уроках. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok